Если бы мы элементарно не спросили бы про вот это предложение, нам про него просто не сказали бы. Лучше пусть они думают, что вы дурачок. Знаете, один менеджер говорит тебе одно, другой менеджер тебе говорит совсем другое. Что банкетная площадка, скорее всего, вам не скажет, а точнее, что она вам не скажет, если вы не спросите. Я сейчас не буду поднимать тему того, какие вопросы задавать, как просматривать площадку и так далее, потому что я уже записывала видео на эту тему. Я хочу поднять тему, с которой мы сами периодически сталкиваемся. Мы-то работаем в этой сфере, это наша тема, как говорится. Вы начнете работать в этой сфере на момент организации своей свадьбы, и, возможно, вы тоже с этим столкнетесь. Если, например, вы приходите как клиент на площадку, и на площадке, допустим, есть какая-то плюшка, например, если вы заказываете там это, 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 то вы получаете в подарок вот это. Площадка может об этом вам не сказать, потому что, ну, вы же не спросили, значит, вы об этом не знаете, значит, не обязательно вам об этом говорить. Была очень интересная история, когда мы приехали в одно место, не буду, в общем, называть это место, и нам назвали цифру за то, чтобы мы там остались. Цифра была порядка, слушайте, вот сейчас я, наверное, боюсь просто соврать, ну, там, допустим, размещение, чтобы остановиться в этом месте, цифра была порядка 60 тысяч рублей. Все здорово, нас устроили, да, мы понимаем так, 60 тысяч рублей, хорошо, там, более-менее нас устраивает, плюс нам начинают дополнительно перечислять, чтобы сделать фотосессию, это еще 15 тысяч рублей, да, то есть, чтобы заказать там, там, еще там дополнительный набор функций, который нам был нужен. Я не рассказываю сейчас полностью эту историю, потому что это реальная история с реальными молодоженами, мне не хочется просто, чтобы молодожены понимали, да, что я рассказываю какую-то их историю, связанные с ними, поэтому я рассказываю так, размыто более-менее. Так вот, там, чтобы там заказать питание, там, это еще там дополнительно столько-то, да, причем там большая цифра, там, порядка 5 тысяч рублей дополнительно, там, питание на человека, ну, на двоих, соответственно, 10. Чтобы, там, продлить номер этот, это еще столько, чтобы оформить этот номер, это еще столько-то. И, короче говоря, в общей сложности там набегала цифра порядка 100, там, и выше тысяч рублей. Тут мы, ну, понимая это, да, понимаем, что как-то много набегает, знаете ли, мы вспоминаем о том, что вот есть там предложение, точно мы видели, причем сейчас этого предложения нет на сайте, но мы точно видели об этом предложении, мы даже звонили, спрашивали про это предложение на этапе подготовки и подбора. Какое-то свадебное предложение, пакет романтик, там, что-то такое, такое. И в это предложение включено все, включен завтрак, включены, там, оформления, включено, там, размещение, включена фотосессия, все, все, все. И в общей сложности это стоит, там, 50, 50, там, 5 тысяч рублей, или, там, 62 тысячи рублей, все вместе, понимаете? Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Если бы мы элементарно не спросили бы про вот это предложение, нам про него просто не сказали бы, потому что никому не нужно говорить то, ну, говорить лишнего, как говорится. То есть, если вы не спрашиваете, вам этого не говорят. Соответственно, к чему вообще я все вот это вот начала? К тому, что если вы подбираете площадку самостоятельно, да, если вы делаете это без организатора, если вы увидели где-то какую-то информацию в том же чате невест или где-то просто на форумах, на сайтах, на сайте площадки этой, увидели какую-то информацию, что есть какие-то бонусы, есть какие-то плюшки, есть какие-то спецпредложения, которые, ну, которые есть, в общем-то, вы звоните, обязательно спрашивайте про них, потому что многие молодожены наивно полагают, что им менеджер обязательно об этом скажет. Дело в том, что один менеджер может быть в курсе, а они, понимаете, может быть такое, что вам не сказали не потому, что там хотят вас обмануть, а потому что один менеджер может быть в курсе, а другой менеджер просто не в курсе, он только устроился работать, он не знал, что там два месяца назад было такое спецпредложение. Он просто может об этом не знать, поэтому вы обязательно на этапе выбора, на этапе согласования, на этапе подбора, вы очень внимательно изучайте вообще ту информацию, которая есть, внимательно изучайте сайты, что есть вообще, какие фишки, какие предложения есть на сайте, есть ли какие-то бонусы при большем количестве гостей, есть ли какие-то бонусы при продлении, допустим, на большее количество часов, предположим. Есть ли какие-то бонусы, если вы заказываете весь алкоголь, например, на площадке, можно ли вам дополнительно что-то получить в качестве плюшки? Обязательно это все уточняйте, узнавайте, выписывайте, чтобы вы были подготовлены, чтобы когда вы начали звонить на эту площадку, а еще лучше, когда вы поехали на эту площадку, чтобы у вас вся эта информация была и чтобы вы могли напрямую задавать вопросы, потому что реально это очень сильно экономит ваш бюджет. Я болею за бюджет молодоженов, особенно когда я понимаю, что бюджет просто сливается в трубу, когда я в прошлый раз записывала выпуск на тему неправильного, нерационального распределения бюджета, так вот, когда бюджет сливается в трубу и выкидывается деньги туда, где можно было бы их приберечь и больше вложить в тот же декор, больше вложить в того же хорошего фотографа и так далее, для меня это лишняя боль, Поэтому я, конечно, прямо за то, чтобы ребята, молодожены все очень внимательно перепроверяли, переспрашивали несколько раз, несколько раз узнавали, потому что вот в данной ситуации, да, одна, там, в одном случае была там сумма порядка, там, больше 100 тысяч рублей, да, с учетом того-того-того-того-того, что то, что я рассказывала, да, с учетом того, что там, но питание отдельно там 5 тысяч, фотосессия отдельно там 15 тысяч, размещение там столько-то, И получилась сумма больше 100 тысяч рублей. Другой вопрос, другой вопрос, когда упомянули про вот этот пакет и сумма оказалась на 40 тысяч меньше, то есть понимаете, да, что эти 40 тысяч рублей, их, в принципе, можно вложить куда-то, не потратить их там на ту же площадку, которая останется той же самой, ничего не поменяется абсолютно, она останется той же самой, просто эти 40 тысяч можно рационально использовать где-то в каком-то другом месте. Вот о чем речь. Периодически ко мне приходят молодожены, которые рассказывают мне о том, что они потратили большую часть бюджета на площадку, большую часть бюджета на, там, ведущего, там, и так далее. Я понимаю, что настолько много потрачено, настолько большая сумма потрачена вот на вот эти вот позиции, что на остальные позиции просто уже не остается бюджета. То есть здесь уже, получается, приходится выдумывать, изобретать велосипед, можно сказать, чтобы действительно все получилось. Поэтому здесь очень важно не только все узнавать, не только, как говорится, везде все внимательно изучить, посмотреть и спросить, но важно еще все-таки правильно распределить свой бюджет. В общем, вот такая вот емкая маленькая темка сегодня будет, вот именно про то, что вам, скорее всего, не скажут на площадке. Повторюсь еще раз, когда вы ищете площадку, у вас подбор площадки, он вообще проходит в три этапа. Первый этап – это когда вы находите информацию где-то в интернете, да, в этой площадке и изучаете эту информацию, находится официальный сайт и так далее. Кстати, по поводу официальных сайтов тоже интересный момент, потому что есть сайты, которые просто создаются представителями какими-то. А есть официальные сайты, на официальных сайтах информации обычно больше, чем на сайтах представителей. Дальше, следующий момент – это когда вы звоните и все узнаете по телефону. И последний момент – это момент согласования, когда вы приезжаете на площадку, задаете все вопросы. До Нового года как раз-таки я раздавала большой такой список вопросов, там 85 вопросов банкетному менеджеру, которые необходимо задать, чтобы не попасть в просаг. Те, кто купил эти вопросы, я думаю, что точно в просаг не попадут. Те, кто купил дневник невесты, тоже, я думаю, что в просаг не попадут. Ну, в общем, это следующий этап подбора площадки. На площадке тоже периодически всплывают, естественно, какие-то моменты. Например, один менеджер вам может сказать, что стоимость работы какого-то персонала составляет столько-то. Дальше ты приезжаешь на следующий, допустим, день или звонишь на следующий день, чтобы еще раз подтвердить все данные, и тебе говорят совершенно другую информацию. Ты, когда пытаешься согласовать договор, ты пытаешься понять вообще, а сколько это будет стоить, потому что один менеджер говорит тебе одно, другой менеджер тебе говорит совсем другое. И здесь тоже нужно будет несколько раз переспрашивать, и те моменты, которые вы согласовали, нужно либо занести в договор, либо в доп. приложение, либо согласовать и получить от них подпись, что да, вот именно на этих условиях мы договорились, именно на этих условиях так и будет. Вот у нас как раз-таки тоже была такая ситуация, когда сначала цифра была одна за персонал, потом нам по телефону назвали цифру меньше, мы такие, так, цифра уменьшилась, здорово, для нас это лучше только, для наших клиентов это только лучше, что цифра уменьшилась. И когда мы переспрашивали, нам опять повторили ту цифру, которая была изначально, но по итогу мы в общем согласовали цифру, которая меньше. Но вот здесь просто вот этот момент с согласованиями и с дополнительными переспросами лучше 10 раз переспросить. Лучше пусть они думают, что вы дурачок, знаете, многие менеджеры, я не пойму, зачем вы меня спрашиваете одно и то же 10 раз. Лучше пусть они думают, что с вами что-то не то, но по крайней мере вы будете точно убеждены, что все в порядке, что да, эта информация достоверная и не всплывет ничего в последний момент, то, на что вы не рассчитывали. Спрашивать нужно все обязательно, причем спрашивать нужно, перепроверять информацию нужно несколько раз на площадке обязательно. Повторюсь, потому что менеджер может быть просто некомпетентным, такое бывает, к сожалению, да, такое бывает в случае с банкетными площадками.